Только ли о себе мы можем думать всегда? Ну, по-божьему, или это с собой, как с писаной торбой, носиться всю жизнь? Нет. Кто с писаной торбой носится? Помним поговорить, да? Деревенский дурак. Погорка такая. Ты что, как деревенский дурак, с собой, как с писаной торбой носится? Вот, 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 вот. Ну, среди всех, в основном из городов, я, наверное, один здесь, в основном деревенский. Поэтому под титул дурака только один покажу. Все городские, значит, точно уже не подходят под этот список. Или многим городские. Поэтому отсюда вывод. Нам бы не дойти до крайности с Великим постом. Да, да, на себя внимание. Да, духовно делали. Да, очистить душ, очистить плоть. Но мы же православные. Мы не можем не знать любовь Господа. А он-то любит ведь ни одного, любит каждого. И он нас научил друг друг называть этим драгоценным словом. Брат, сестра, братья и сестры мы. Ну, поэтому мы не можем совсем забыть-то кого-то. Поэтому где-то может, в Великим постом, мой брат около меня стоит в бане духовной, а ему трудно с спины достать. Саблю, скребу маленько, отковырянию маленько там. Только с любовью, чтобы он больно не был. Добрым словом. Может, примерно своим больше помогу ему, чем чем другим. А он, может, мне поможет. Он, может, мне где-то болезнь ковырнет, что-то поболит. Но зато очистится. Уже хорошо. Уже хорошо. Дружки, помочь. Моненьк надо же. Надо. А среди нас есть такие, которым мы помочь можем. А они нам не все. Не все. Кто это? И о ком эта мысль-то? О ком бы нам позаботиться? Вот, скажем, говорю, братья и сестры на земле. Ну, сколько тебя, братья и сестры? Ну, сейчас, наверное, так. Один до два. Редко больше. Больно редко. Раньше было побольше. Пять-шесть. В семье было детей. Сейчас уже это как исключение редчайшее. Но, опять, бабушка, а родителей-то сколько у нас? Поколения предыдущие. Причем, в отличие от нас, там много было по-настоящему православных же ведь. Искренних, благочестивых людей-то. Они ушли в вечность. Какими? Такими, какими были. Для них великий пост. Нет там времени. Они ушли в вечность. Вечность – это отсутствие времени. Нет там времени. Нет великого поста. Для них нет. Уже все. Кончилось. Еще раз. Так духовные банди у них есть? Они могут сами омыться там? Нет. Нет. С чем уйдем из этой жизни? С тем уже останемся. Вот чего на себя нагрузим? Доброго? Так с добрым и останемся в вечности. Злого. Так эти геи нас и будут висеть. Стаскиваю в ад. Так и будут. Там уже покаяния нет. Там исправляться уже поздно. 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 Поэтому это нужно все вовремя делать. Все вовремя. Все вовремя. Есть такая поговорка, я слышал, современная. Говорит, медики мне сказали. Говорит, люди до сорока лет делают все. Все. Чтобы изуродовать свое здоровье. После сорока готовы любые деньги заплатить, чтобы вернуть то, что вернуть уже невозможно. Ну вот. Уже невозможно. Даже на земле что-то уже невозможно. А в вечности с чем отошли, с тем и остались. Да. Ты жил в духе покаяния. Ты жил, дышал благодатью Божией. Ты жил в любви и сострадании. В этом, в твоем подъеме ты будешь вечно в Царстве Божьем. Я жил в грехах и неправде. Я обложил себя всяким злом. Навалялся, не поймешь в чем. С этим ушел. А в Писание Небесное нечто скверное в Царство Божьем не войдет. Ну как я туда? К чистым-то, в грязи-то. К своим придется валиться, к своим на дно. К таким, как я. На дно. В ад. Дна-то ведь нет там. Дна-то нет. Помним синоним слова ад в русском языке? Не помните, как называть то, что где нет дна? Бездна. 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 В бездну. Страшно. Конечно, страшно. И вот они, многие из наших усов близких, конечно, было много прекрасных людей. Но ведь они тоже люди, тоже было всякое. Мы же это знаем. Тоже ведь правда такая. И кто-то из них сейчас, сейчас кто-то в переживании мук ада. Мы это знаем, мы про сану не можем это не знать. А вот теперь сказать так, ну и ладно. Как ладно? Кто-то погибает. Да мой родной, да предок. А я говорю, ну и ладно. Да ради православного могут так сказать. Да я закрываю, повернется. Как это ну и ладно? Как это ну и ладно? Надо что-то делать. Ну надо их как-то вытаскивать, ну спасать надо. Ну руку-то протянуть надо. А ведь многие из них, даже там находясь, умирали с надеждой, может быть. Такие тоже были из наших предков, православных предков. Умирали с надеждой, что за ними будут молиться. То есть вот руку-то, Господь, за молитву предков-то подаст, потомков, простите, подаст, будет вытаскивать. Мы это понимаем. Поэтому, готовясь к духовной бане Великого Поста, не с осуждением о ком-то, ни в коем случае, а с любовью думаем и окидываем взглядом и близких, что у нас на земле, с нами живут, обрастет. И тех, кого сейчас с нами нет, которые за той границей, за границей времени, в вечность находятся. И не можем о них, не переживать за них, не можем их не любить, не можем бросить их в их тяжелом состоянии. И поэтому что можно для них сделать? Для них только одно нужно сейчас – милость Божия. Что поэтому мы можем? Просить этой милости Божьей для них. По-другому – молиться, молиться. И вот поэтому накануне фактического поста, повторяюсь, с понедельник уже местный дед, формально, точнее, великий пост, но фактически уже полупост. Вот накануне, в последнюю субботу, по субботам, про самопоминуты собших, вот так вот по-особому, собравшись с мыслями, с чувствами, специально отложив все, идем позаботиться о них. Идем позаботиться о них. Я ведь – дело любви. Любовь – делом. Дело любви. Идем в церковь и молимся за них. Вот сегодня, кто был на богослужении, конечно, ну, не получил бы дороги, когда дома бываете, конечно, это очень важно – не пропустить эти драгоценнейшие дни, которые нам церковь дарит, дни вселенских родительских поминовений. прийти в храм и обязательно помолиться. Обязательно. Я прошу прощения, что вот много раз повторяюсь в чем-то. Ну, это признак моего малоумия, конечно, одно и то же говорить. Но, прошу прощения вас. Но, тем не менее, вот такое явление. Помню, когда помянутая, но и бабушка была уже старенькой, слабенькой, не могла ходить церковь. Она все равно прорывалась хоть на Радоницу, например. Почему? Почему? Она была, говорит, безграмм человек. У нее многие представления были религиозные, такие на грани суеверия. Но она всегда считала только православной себя. Всегда. И на вопрос, кто ты, я по страхам расстрела. По-другому не заставишь ответить было. Я православная. А в реальности безграмотный человек, время безбожие, книг нет, церкви закрыты. Ну, понятно, что было тогда. Клубок с цереверий. И она, когда говорила, бабуль, ты в этом году, вот сейчас вот собрал церковь, ну, ты слабенькая, народу будет много, церкви было мало, народу много в этот день. Не приведи Бог, с тобой плохо. Упадешь, ты сразу вытащим из церкви. Может быть, этот раз, дом помолишься, следующий раз будет получше. Церковь в тебя свожу. Она отвечала все время одно и то же. Ну, как же я останусь дома? Их там сколько сейчас? То есть, на минуту, в вечности, предков-то. Они все меня будут высматривать. Так интересно рассуждало. Они будут ждать, что кто-то придет. А у нас из рода я только одна осталась. Кто молится-то? Мне нельзя дома остаться. Я должна быть. А то что же они никого не увидят? Вот какое, несмотря на некое неправославность, какое очень живое переживание связи с усопшими. Для нее они умершими не были. Да, они умерли телом, да. Да, они тела их в могилах. Но души их, она говорит, будут меня высматривать. Я должна прийти. Я должна прийти обязательно. У нее была нищенская пенсия. И она нищим сама. Нищая подавала нищим. На церковные паперти. А знаете, сколько подавала по тем временам? Я помню. Две копейки, три копейки. Ну, что это? Но у нее больше просто не было самой. Зачем она это делала? Она дает, говорит, помолитесь за моих усопших. Имена, говорит, вот тот и тот. Помяните, помяните. Говорю, баб, зачем ты делаешь? А в Евангелии Христос говорит, что они, братья его, они родня Христа нуждающиеся. Пускай родственники Христа попросят его моих родных. Какое, представляете, живое, живой какой опыт. Какая сила искренности. Вот это теперь, как вытравить из души? Вот теперь подходит родительская суббота. А у меня в ушах бабушкины слова. А в чувствах ее чувство. А в глазах ее образ. Я тоже думаю. Так хочется сказать. Человек будет высматривать меня в церкви сегодня. Она уже там. будет смотреть. Внук-то не забыл мои слова, а? Молится сегодня за меня? Нет? Он не забыл нас, не кинул. Он других хочет любви. А у него самого есть хоть маленькая искорка любви-то к нам? Нет? Ну как? Приходится это помнить. Совесть жгет. Как на сковороде стоишь к этому дню. Здоровый, больной, надо, по примеру, бабушке. Не идти так ползти в церковь. Там ждут долг выполнить. Мои дорогие, это очень важно для нас с вами. Поэтому вот накануне, буквально близко к Великому посту, мы, православные христиане, идем молиться в церковь за усопших. И, мои дорогие, я не боюсь сказать слово. Идем совершить подвиг любви. Подвиг любви. Вот смотрите. Вот мы идем, даже пускай в церковь пошли бы. И вот увидели голодного. Ну, сердце у меня жестоко, не могу ему, не хочу ему помочь. Нет ли у него возможности. Ну, может, вот другой поможет. Может такое быть. Ну, может и такое быть. А вот я иду помянуть моих усопших. Вот мои запечки с именами их пред Господом. Я не пойду. Может, вот их другой помянет. Кто? Кто? Ты знаешь, как моих усопших ростик зовут? А ты знаешь, кто? Если не я, то кто? Ну, тут пройти мимо никак нельзя. Совесть терзает. Если есть какой-то начал любви, горит. Горит огнем. Нельзя не идти. Болею. Значит, поползу. Коленки сбили. На локтях буду подтягиваться к церкви. Локти в кровь. На подбородках. На подбородках буду подтягиваться. Но ползти. Зачем? Долг любви выполнить. Долг любви быть. Я есть еще и потому, чтобы они были. Они были, поэтому есть и я. Я подниму долгу. Долг выполнить обязательно. Тем более, мои родные, тех усопших, кого мы точно знаем уже. Вот я сейчас бабушку поминаю. Наверное, многие были бабушки. Деды, отцы и матери. Близкие, родные, знакомые. Сколько их там? Ну, больше, чем сейчас на земле, точно уж. И все они ждут. Милости Божией, которую Господь протрет над ними, если мы будем просить Его. Во время молитвы за усопших, если мы совершаем это с любовью. Любовь – это не слова. Слова, слова, слова и есть. Любовь идет к Богу любви. И от Него, как эхом, рикошетит к Ним. Тем, о ком мы молимся. Объемли, согревая их своей любовью. В эти дни, мои золотые, у нас на земле есть дни, в вечности нет времени, но в эти дни, как на земле, молит за усопших. Что бывает в вечности? Что бывает, не говорю, в раю? Понятно, радость. Путный пример их, тех, кто среди спасенных, не пропал для нас. Это понятно. Что бывает в аду? Что бывает в аду даже? Вот мы имеем богатейшие факты церковного предания. Кто из нас с вами читал жития Макария Великого? Мы помним, как Господь дал ему возможность такое вот общение за границу времени выйти с душой умершего языческого жреца египетского, который враждовался на христиан. Я не буду подробностей говорить. Он, ну, помните, даже наступил на череп в пустыне, но без подробностей. Вывод, для нас главный вывод, что вот устами того, и не устами, а душой того язычника погибшего было открыто, он говорит, когда вы, то есть имеется христиане в церквах, молитесь за весь мир, а вот все на скрытся, как будто за всех усопших молимся, даже нам бывает свет. Даже в глубинах ада, враждовавшись с Христом, даже у нас бывает свет. Представляете, мои золотые, даже у нас бывает свет. Там к вечности неприложимы слова, там это не вот этот цвет, и даже не солнечный. Понятно, там все иное. Понятно, это тут глубже духовно нужно выводы делать, но нам не слова цепляться, от рада, утешения, милость Божьей Божьей особо. Почему? А в эти дни-то мы, не я один молюсь, ты или один. Мы собираемся, какая аккумуляция любви и молитвы происходит. Ведь мы знаем слово написанное, Господь говорит, где два и три воима, я среди них. Поэтому не просто нас много, он среди нас. Наш молитвы становится его молитвой. Это его силу начинает действовать, поднимать даже из ада. И поэтому сегодня, как никогда, сегодня, как никогда хорошо вспомнить слово Библии, Ветхого Завета, где написано сильнее смерти любовь. любовь сильнее даже смерти с конца Слова Божьего. И мы это знаем. Мы это опытно знаем. Когда приходим в храмы наши, когда дома лимон из наших усопших, когда мы переживаем любовь к ним, просим Господа любви, мы это чувствуем. И мы это чувствуем. И Христос Спаситель сказал слова из Евангелия, «Я не Бог мертвых, я Бог живых, у меня все живы». Вот так. У нас есть мы по эту сторону смерти, усопшие по ту сторону, а это перегородка до Бога не доходит. Он владыка и времени, и вечности, и материи, и духа. У меня все живы. Да, кто жив, вот сейчас телесно, кто душевно, вечность уже. Хотя есть телесно живущих Господь, очень интересно. Помните раз в Евангелии эти слова написаны? Когда Господу подошел, человек говорит, простите, Господь сказал, следуй за мною кому-то, некому человеку. Он сказал, «Господи, позволь мне сначала отца похоронить». У него отец помер, похороны, а он зовет его учеником, идти все за ним, а у него отец похороны, выполнен долг. Говорит, позволь мне отца похоронить сначала. Он говорит, «Нет, пусть мертвого мертвые хоронят, а ты иди за мной, за жизнью». Вот вопрос, кто видел, как покойники несут гроб? Христос сказал, пусть мертвого мертвые хоронят. Это как? Кто видел, что покойники несли гроб? Ну, так не бывает, так не бывает, они не могут нести, так не бывает. А значит, в глазах Бога многие из тех, кто живы, как бы живы, уже духовные трупы мертвые, мертвичины разят в глазах Бога. И одновременно те, кто сейчас телами умерли, душами-то живы, пред Богом. говорит, я не Бог мертвых, я Бог живых, у меня все, все живы, все. В его божественной памяти, в памяти его любви все. Никто не забыт, ничто не забыто у Господа никогда. И это память его, не вообще память ЭВМ, а память любви, мои золотые, память любви. Поэтому, когда сегодня мы молитвой завершали об усопших, помните, какое? Одно из последних, что мы совершили? Мы молитвно пели вечная память. Мы желали нашим усопшим вечной памяти. Вечной памяти где? От кого? Чтобы на земле памяти была, все равно вечной здесь не будет. Бесполезная просьба, глупая. Мы, чего просили тебе это? Где вечность-то? Кто может вечно помнить? Только один Господь. Только один Господь. Поэтому, что мы просили-то? Чтобы в его памяти всегда были те, о кого мы поминаем. Чтобы его любовь всегда согревала их. Чтобы, что бы ни произошло, а они вечно были в его любящем сердце. Те, о кого мы поминаем, о ком мы молимся сейчас. Все усопшие наши.